Дмитрий Медведев создал образ чиновника, которого никто не воспринимает всерьез. Медведев яркий пример того, как человек, наделенный талантами, становится пешкой в чужих играх и постепенно теряет как уважение к самому себе, так и уважение окружающих. Медведев продал свой талант. И сейчас мы все посчитаем и узнаем цену. Но сперва посмотрим его финансовую декларацию. Зарабатывать можно. Вопрос, честно ли ты это делаешь? Мы изучили его декларацию с 2006 по 2021 год. И его доход составил 116 миллионов 82 тысячи 568 рублей. А теперь посчитаем, что чиновник Медведев смог приобрести на честно заработанные 116 миллионов рублей. Стартуем. Акционерное общество группа «Элим» является крупнейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности в России. Сегодня официальные владельцы «Элима» швейцарская компания «Элим Холдинг» равными долями, которые владеют, с одной стороны, американской интернешнл пейпер, и с другой – российские акционеры. И доля Дмитрия Анатольевича – 70%. Мы работали все эти два года, что называется, не покладая рук. Стоимость актива – 5 миллиардов 180 миллионов долларов. Банк Москвы был переименован в «БМ-банк». Бежавший в Лондон экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин заявил, что продал свой пакет акций банка 20% члену Совета директоров «Газпрома» Игорю Юсуфову, который представляет интересы Медведева. Стоимость актива – 1 миллиард долларов. Основа «Телеком» – федеральный оператор связи, развивающий собственную сеть в стандарте ЛТЕ. Компания принадлежит Медведеву через ООО «Айкоминвест» Виталия Юсуфова – 74,9% и подведомственное Министерство обороны ООО «Воентелеком» – 25,1% акций. Стоимость актива – 750 миллионов долларов. Правительство – это машина. «Урал Калий» – российская компания, один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Сулейман Керимов захотел купить «Урал Калий», для этого понадобился кредит в 5 миллиардов долларов, который был получен в банке ВТБ при непосредственной поддержке Медведева. Стоимость актива – 1 миллиард долларов. Усадьба, дом на 3000 квадратов, гостевой домик 750 квадратов, бани и другие постройки на 4,3 гектаров самой дорогой в России земли – на Рублевке, поселке Знаменское. Оформлена усадьба на фонд «СОЦ ГОСПРОЕКТ». Подарок от Усманова дорогому Медведеву. Стоимость – 100 миллионов долларов. Усадьба в Курской области, площадью около 240 гектаров, и агрокомплекс «Мансурово» – огромное предприятие полного цикла. Оно занимает 27 тысяч гектаров земли, имеет 3170 голов крупного рогатого скота, свинокомплекс на 55 тысяч свиней и конезавод. Стоимость актива – 142 миллиона долларов. «Мы должны делать быстрее, энергичнее». Виноградники «Скалистый берег». Участок находится в поселке Варваровка в Анапе. Занимает 100 гектаров. Оформлен на фирму «Скалистый берег». Стоимость актива – 100 миллионов долларов. Резиденция «Псехако». На 4 гектарах заповедной земли располагается несколько построек, в том числе резиденция площадью 4000 квадратов, спа-комплекс на 1000 квадратов, бассейн с аттракционами. Оформлена резиденция на фонд «Дар». Стоимость – 115 миллионов долларов. Но накопившийся груз проблем таков, что, наверное, работать нужно быстрее. Владение в Маслово на Рублевке. На территории в 20 гектаров построен дом 3000 квадратных метров, спорткомплекс, хозпостройки, вертолетная площадка. Оформлена на ООО «Гарант-клуб». Стоимость – 100 миллионов долларов. Особня графа Кушелева-Безбородько в Санкт-Петербурге. Уникальный жилой комплекс на 29 квартир в самом центре Питера. Стоимость – 50 миллионов долларов. Яхта модели «Принцесс» 85М-Y. Яхта модели «Принцесс» 32М. Оформленная на компанию «Инвестиционное Содружество». Стоимость – 16,5 миллионов долларов соответственно. Винодельня в Италии. 1 миллион квадратных метров тосканских виноградников, оливковых рощ и лесов. Несколько тысяч квадратных метров производственных помещений из старинной виллы с 30-ю комнатами. Оформленная на компанию «Фатория Делле Айола». Стоимость – 10 миллионов долларов. У Медведева также есть сеть подконтрольных ему благотворительных фондов. Леонид Михельсон и Леонид Симоновский внесли в уставной капитал фонда «Дар» 33 миллиарда рублей. Алишер Усманов внес вклад, подарив усадьбу на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей. «Газпромбанк» внес 11 миллиардов рублей. «Башнефть» 2,7 миллиарда рублей. И так далее. Общая сумма пожертвований превышает 70 миллиардов рублей. Счета становятся больше, это правда. Как человек, пишущий истерические заявления в Твиттере и, по слухам, сильно пьющий, смог столько заработать? Медведев – это политик, которого никто не воспринимает всерьез. У них с Путиным тандем. В некоторых кругах, когда называют мужем и женой, то есть, естественно, что Медведев – он пассивный партнер, он жена. Именно в этой абсолютной покорности и преданности Путину главный секрет богатства Дмитрия Анатольевича. У Медведева ясный ум, и он талантливый исполнитель. Он юрист, то есть, он выстраивает все схемы. Человек, который выполняет какую-то юридическую, рутинную работу, выстраивает схемы, сидит там с бумагами, работает, да? Медведев помогал Путину выстраивать схемы еще со времен Санкт-Петербурга. И никогда не забывал про себя. С позволения своего господина Путина Медведев построил огромную коррупционную империю. И именно Медведеву Путин доверил самое ценное, что у него есть – пост президента. А теперь итоги наших подсчетов. Реальные активы, которые мы посчитали, они гигантские. Они в 10 тысяч раз превышают заявленную сумму в декларации. И они составляют 540 миллиардов 298 миллионов 80 тысяч рублей. Это 8 миллиардов 568 миллионов долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова